МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общаться с природой все мы должны. Мы далеко более шагнули от цивилизации, от природы, поэтому страдаем. И разум наш, и дух страдает, и все. Необходимо вообще не всем. Почему люди на турбазу едут, на природу, по выходным. Тяга, нормальная тяга, естественная в природе. Это нормальная жизнь, я считаю. Я закончу, посплю, поем, потом что-нибудь сделаю. А пойдем завтра мы. Сегодня не пойдем. Сегодня не пойдешь? Что сделать надо? А, стул надо сделать, передумал. Ну, я начал делать все уже. Забни где-то. Пять я сниму. Сетки наберу и в обед пойдем. Читав два, наверное, пойдем. И что-то не снял. Да это утром было. Она высоко была. Наверное, с дерева на дерево ходит. С дерева на дерево, да-да-да. Верху ходит. Да, с дерева на дерево. Это они, это они, это бобры поварили дерево. Эх, а ничего ж себе. Вот это они повалили. Такое огромное дерево. Как сгрызли. А почему эта трава называется Баби Разум? Не знаю. Она плавает и растет в воде? Да. Гуси ведет детей. Как ты думаешь, сколько лет они грызли? Несколько дней. Несколько дней? Да не может быть, чтобы за несколько дней такое дерево могли они перегрызть. Чаговая дупла. Остатки. Первая чага нашли. Ух ты, первая чага, да? Ну, из чага еще собирают. Вот земли-то низкая, никогда не встречалась. Ну, чага издревле, тысячелетие, она в летописях указана в русских. В основном, как лечение рака. А так, как официальное лечебное средство в аптеке, ее как для жилового. Лечит язву желудка, гастрит. Бифунгин таблетки с ней делает. Ну, это и из древних, древних уже, сколько тысячелетий письменных существует на Руси. Вот она уже описана, что как лечебное средство. И Солженицын прямо что, вылечил? Рак и корпус. Ну, как, ну, с помощью ее лечился. В повести. Рак и корпус. А пенсивы их там, да? Да, ну, да, там нечем было в бараке лечиться. Умирал, вылечился. Так, в Сибири якобы пьют, чтобы для силы, для здоровья, для вносливости, для потенции. Как чай заваривают. Не как лечатся от болезни, просто как сиху дают. Вместо заварки заваривают и вносливость и дают. Ну, там много минералов, ее исследовали в конце 19 века. Там много марганца, калий, на... Там всех этих солей полезных для организма. Береза ведь все собирает. Из воздуха сносет. А этот гриб из берез все усасывает тоже. Что нужно, полезно для человека. Вот из таких берез он сосет на гриб. А как его лучше заваривать, чтобы вот именно лечиться от рака? Лечить наставить двое суток. Мельчат и двое суток холодным кипятком заливают. И по стакану там, по два стакана, два раза, два-три дня пьют. Заливают холодной или кипятком? Ну, кипяченой, остуженной водой. Потому что гриб погибает, если... Действие, лекарственное начало погибает при высокотемпиатуре. Ну, некоторые в селах на самогой, на спирту наставят, пьют. Ну, это не потацей, конечно, от тех болезней, но... Древний способ лечения. В других странах, не знаю, ей лечит, не лечит, но в России много лет лечит ей. Ну, вот расскажи, Михалыч, все-таки, то, что ты перебрался в лес, это что, вдохновение? Больше свободного времени. Меньше соблазна, меньше полного холодильника, меньше телевизора, телефон. Больше свободного времени, охота, рыбалка, травы лечебные там собирать, археологией заниматься. Особенно летом, когда день длинный, охота все успеть. Летом я полностью живу. Или в палатке, или в землянках живу. Зимой день короткий, но и длинный, я дома частенько ночую. Как вообще зимой жить? Ну, как зимой жить? Как дома в землянке. Там печка все у меня цивильная, нормальная. Сколько натопил, сколько надо, сколько натопил. Нормально-то. Уютно, хорошо. Тихо, спокойно. Мороз тепло, летом прохладно. Древнее жилище. В России до 60-х годов вся землянка жила после войны. Жили землянки, многие старики застали эти землянки. Большие землянки на несколько семей делали. Ну, и в быстрой постройки ничего можно. Ну, это же после войны, да? Ну, после войны, конечно, проживали. Что там, дом долго строить, там, несколько месяцев, там, все. А землянку быстро строили. Покручаю. 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 а что тебя почему потянуло к топору это вот вырубаешь ну интересно посмотреть освоить время есть свободное если где-нибудь жил в городе где меня времени на чем не было это и материалы полно всякого и время свободное есть много чем меньше соблазна тебе больше время свободно сколько время уходит на на чтение ненужных чтивы так называемые там такие вот образы там любой кровь морковь всякие фильмы не нужны информация не нужны сколько себя накачиваем если не 3 часть суток на и накачиваем не нужно этой часть сутку можно использовать во благо ну вот как ты первое вообще ты что вырезал из дерево теперь иконы лезла сперва это вот то что у тебя в землянке да иконы лезла но для этого надо надо это быть оциркулённым я христианин но я не оциркулён и надо у батюшки разрешение богословения это брать я не профессионала не хочу там своими там оставить в этой в искусстве мне этого не надо но просто для интереса ты сейчас над какой скульптурой работаешь ты вот говорим лесного дух вырубая лесного духа и земли выладит лесной дух леший есть у нас ну должны быть нами как ты этот корень и вообще нашел как тебе как идея красиво курина красиво лес увидел привезли вот он и один его недопрежим полтонны весь там вот обрабатываю смотрю на чего похож чуть легче делать ну ты его сам увидел ну конечно до моей рабочей сказали там окрасивы коряги иди посмотри я выбрал когда сам по лесу хожу нахожу вы очень красивые там возле меня стоит там уже скульптура пилигрима духовный странник я вышел корни из дерева корня выдрала ураганом я вперед верхушку привез там на машине его делал сам нашел его в лесу там символы какие-то ты вложил вот в эту фигуру странника они там зубы и жажда истины кувшин там вода это как якобы утолить духовную жажду утолить утоление духовной жажды источник познания там допустим он много это стране ходил по белу света в кувшине у него там возможно много знаний евангелия откровений может быть я не знаю чего но знания какие-то первоначальные он хочет совсем поделиться кому это надо а ты как своими знаниями знаниями делишься как разговор слова вдохновляешь не ухожу как обычно как у людей охота добро делал человеку как же больной человек сразу выздороветь чем могу тебе помогаю не господь бог я конечно помогая некоторым а сколько лет к врачам работу лет 15 работала и ушел на вольный хлеба 90 года я сейчас врачу и ну так народный лекарь все на свободных хлебах комар заели пойдем дальше едят на здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok